Привет, с вами Арталаски и добро пожаловать на мой канал по созданию игр. В этом видео я хочу показать свой процесс разработки игрового уровня для собственной игры под названием Bloodlast. Я уже снял немало роликов по этому проекту и в этом видео будут периодически вскакивать подсказки в правом верхнем углу экрана. А также вы можете следить за разработкой игры в моей группе вконтакте, так как множество промежуточных этапов и различные опросы я провожу именно там, а не здесь, так как это удобнее. Собственно в этот ролик я поместил несколько часов рисования уровня и ужал их в несколько минут, а особо комментировать тут нечего. Но если вы хотите больше узнать про рисование 2D уровней и их последующий экспорт в юнити, то обязательно напишите об этом в комментариях. Вообще я иду по немного сложному пути. Сначала рисую общую идею уровня в виде скетча, намечаю какую-либо растительность и рельеф, при необходимости добавляю постройки и вообще какие-либо сооружения, так как они могут здорово разнообразить дизайн уровня. Когда общая картина меня устроит, я начну добавлять цвета и тени. И хоть я долго не мог определиться с какой стороны будет падать свет, при финальной отрисовке я уже решу это абсолютно точно. Позже я буду разделять каждый элемент на отдельные куски, то есть все постройки, бочки и ящики будут отдельными спрайтами, которые я буду отрисовывать уже намного красивее и аккуратнее, а потом использовать не только в этом уровне, но и в похожих на него. Что ж, самое главное я рассказал, не буду отвлекать вас от просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и готовить их к экспорту в юнити, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, а также ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Кстати, если вы любите рисовать в стиле пиксель-арт, то присоединяйтесь к моему пиксельному челленджу игробустер, подробнее о нем по ссылке в описании. Ну а с вами был Арталаски, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok